МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российские пропагандисты еще в школе выучили один художественный прием, оксюмирон, и удачно его используют в работе. Моральный дух украинцев упал до низшего уровня с начала войны. На этом фоне армия России, наоборот, становится только сильнее и применяет на поле боя новинки. Ну вот если посмотреть на все происходящее, ну действительно, ну это же бред. Щучить, а? Как его прищучить? Ну, не обязательно прищучить. Что именно пропагандисты подразумевают под названием новинки, непонятно. Но вот старая добрая классификация россиян, как бы они не хотели, у них осталось. На одну линейку ставят Хамас, Путина, Россию. Это просто передергивание всех фактов. Кстати, с точки зрения демократических режимов. Есть две задачи, которые надо лишь решить. Сохранить свое господство в мирохозяйственных связях. Мы вот с этой страной-России, мы приравниваем ее к тем, кого мы считаем террористом, говорит Байден. Мы с ней никогда ни о чем договариваться не будем. Басни о русскоговорящем населении не убывают с российского телевидения. О русскоговорящему населению, которого обманули, одурманили, а теперь бросили воевать со своими собратьями, да, из-за российской федерации. А в Украине по-прежнему живут фашисты, если послушать российское телевидение. Нынешний эксперимент по фашизации Украины, он очень опасен, фашист 21 века. Почему? Потому что глобальная система манипулирования через средства массовой информации, да. Фашистский режим, они говорят, демократия. И большая часть Запада считает, что это демократия. Мало россиянам войн, они придумывают новые. Я надеюсь, что в Аргентине вот этот вот чудик, правый чудик, конечно, не развяжет никакую войну, но в свое время тоже достаточно чудного актера взяли, из него сделали президентом фактически лидера фашистской нациалистической вот такой группы, которая захватила Украину власть. Ну кому-то не жалко Аргентину, хотя Андрею я вижу по глазам жалко. Рассматривали на России и сигналы. Регулярные совместные тренировки. Одновременно помогают. Бундесферу поддерживают форму и служат сигналом для России, в частности, сигналом для нашего Калининграда, что НАТО готовится. Нам надо усиливаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе до 100% необходимых. В США кризисы. Зачем? Зачем до обеспечения благосостояния и безопасности Соединенных Штатов? Вашние поколения живут хуже в Америке, чем поколения их отцов и дедов. Впервые с войны. Страна на грани голодовки. В самих США ипотечные кризисы, сообщает Нью-Йорк Таймс, цена недвижимости за прошедшие три года взлетели на 40%. При этом инфляция, растущий долг, сокращение сбережений особенно сильно ударили по женщинам. Они находятся в постоянном стрессе. Шесть из десяти американок вынуждены жить от зарплаты до зарплаты. Более того, 48,5% респондентов заявили, что за последние полгода им пришлось пожертвовать хотя бы одной из так называемой базовой потребности. Например, больше не посещать врача. Но и индейка подорожала в среднем на 60%. Пропагандисты могут такому только посочувствовать, если это, конечно, реалии. Потому что сами такое пережили. Вот, ну слушайте, у нас же это было, магазины все были. Ну конечно. Обсуждали также объявления российским МВД в розыск украинскую певицу Джамалу. По какой статье она конкретно разыскивается, официально не сообщать. И удивляются тому, что украинка прославляла свою страну. Выступила с политическим лозунгом «Слава Украине». Плакались россияне, что их не поддерживают в мире так, как делают это с Украиной. И что в отличие от Украины не могут гордо поднять свой флаг в мире. Если вы помните, и тогда мы все говорили ехать, не ехать, с флагом, без флага. Мы, те, которые из порта, мы прекрасно понимали. Если по каким-то политическим мотивам страна, команда не принимает участие, то следующие две Олимпиады нас отстраняют от Олимпийского движения. Надежда, как говорится, умирает последней. Даже поехали ребята, потому что понимая, что своим выступлением они оставляют открытые двери и дорогу для будущих поколений спортсменов. Сейчас другая ситуация. Сейчас к спортсменам претензий нет, но есть претензии к стране. Разглагольствование было вызвано вокруг нового прогрессивного поколения, которое не поддерживает режим и войну. В 91-м году страна распалась. И ты должен знать, за что ты будешь бороться. Не только за свои результаты. Пришли к тому, что у нового поколения в голове поломки. Я правильно понимаю вас, Ирина Константиновна? Вы говорите, что они какие-то поломки, но в головах, может быть, этих молодых людей. Вот у нашего поколения, у меня родители, оба родители, участвовали в войне. У меня родители победители. И мы шли продолжать это. Продолжать войну россияне хотят, но, похоже, не все. За что подаются публичному осуждению и непониманию? Действительно, как это можно не лить кровь и не убивать людей в их же стране? Вопрос, похоже, риторический. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова